Слава Украине! Приветствуем от Палуанского! Так, ребята, к пит сумкам дня, чем он на сегодняшний день отличился и чем он запомнился? Ну, начнем с того, что на фронте коренных изменений нет, это самое главное, это фронт. Рашидцы продолжают штурм Бахмута, в тех же самых точках, собственно говоря, уже описывать 20 раз то же самое не буду, в которых они продолжали их последние два месяца. Да, надо сказать, что большая часть города находится в их руках, но продвижения сейчас у них никакого нет, то есть они завязли там окончательно, потеряв десятки тысяч людей, причем, когда я говорю десятки тысяч людей, это абсолютно не преувеличение, просто надо понимать, что вот этот вот Донецкий фронт, Донецко-Луганский фронт, будем говорить, от Углидара и туда аж до Сватова, он просто забирает сейчас десятки тысяч рашистов при нулевом продвижении, то есть, ну, просто происходит аннигиляция личного состава у путинской армии. Путин в понедельник проведет свой совбез, совбез будет заключаться, я не знаю, скорее всего, будут сделаны оргвыводы по поводу вот этого вот неудавшегося наступления в Донецкой и Луганской областях, была задача до 31 марта захватить Донецкую и Луганскую области, ничего из этого не вышло, единственное, что получилось, это потерять за два месяца порядка 70 тысяч человек личного состава, ничего, не добившись, ну да, где-то они подвинули наших на 5 километров, где-то на 10, но они ни разу не прорвали фронт, ни разу не добились какого-то котла, ни разу ничего не захватили толком, там три села, там два села, и ради этого положить 70 тысяч человек, но об этом даже смешно говорить, вот, то есть на фронте у расистов фиаско, у них не хватает техники, у них не хватает снарядов, мы уже видим, не раз видели, да, совсем уж древнюю технику, последний раз видели вот танк ИС-3 и пушки 1953 года производства, что тут можно сказать, у ребят кризис жанра, что называется, и они не знают, как им дальше воевать, и чем им дальше воевать, тем паче, что вот это экономическое соревнование с 50 развитыми странами мира, но это просто самоубийство, не знаю, насколько глубоким там будет это вот предстоящее заседание Совбеза фашистской федерации, но мне кажется, что есть вариант, что снимут Герасимова, например, который отвечал за это наступление, вот, ну а будут ли какие-то там коренные изменения, поживем увидим, потому что Путин, человек слегка больной на голову, к тому же непредсказуемый и довольно глупый, поэтому там он может все что угодно нафантазировать, поэтому такое дело. По внутриукраинским делам, теперь смотрите, у нас остров с утра, значит, попы московские, то есть там Хмельницкий, город Хмельницкий, московские попы с утра напали на военнослужащего, и сбили его прямо в храме за то, что он призвал людей, которые ходят в московскую церковь, не ходить туда, вот уже на девятом году войны он кричал сколько, сколько вам в час вообще треба, чтобы сразумить, что в такую церковь ходить не можно. Я не точно передал, но вот такой смысл, да, посыла, который кричал этот солдат, на него накинулось человек 10, наверное, этих московитов, они его побили, сильно побили, выкинули из церкви, и самое интересное, что приехала полиция, еще на него составили акт, вот, в то время как он оказался, он же был стороной, которая, на которую напали, его избили, вот, то есть, ну, потом с этим всем разобрались, значит, ситуация на настоящий момент, собралась огромная толпа украинцев, московитские попы вылетели, это собор в Хмельницком, из собора вылетели, как пробка из бутылки, больше там их нет и никогда уже не будет, громада тут же написала заяву про переходы из УПЦ московского патриарха Паханата в Православную Церковь Украины, и уже к вечеру в этом соборе шла служба украинской умовы, все, вопрос закрыт, бай-бай, московские попы, там вот у вас за поребриком, там хорошо, там сытно, там, да, хорошо, да, вас ждут, вот, дальше, сегодня в Питере за поребриком, там, был взорван военкор, Владлен Татарский, взорван на своем собственном творческом вечере, но это бандит, это такая сволочь, ребята, это человек, если кто обращал внимание, ну, это просто аут, я могу просто привести, смотрите, я сейчас прицеплю внизу несколько ссылок на наш телеграм-канал, вы можете просто перейти, посмотреть, там будут в частности, кроме деталей его ликвидации, будут еще его высказывания по отношению к украинцам, что с ними надо делать, ну, он же считал, что всех надо убивать, что нас всех надо убивать, несмотря на возраст, пол и так далее, ну, что там можно дальше говорить, причем это он говорил открыто, по телевидению, то есть, ну, что тут, тот еще был, да, и вот у него, у такого вот организма был тверческий вечер, где его, собственно говоря, и подорвали, а с моей точки зрения подорвали свои, потому что там пошел серьезный же багадюкинг между, между очень многими группировками, в его случае это группировка Пригожина, к которой он сам относится, и группировка бандитская Шойгу-Герасимова, вот, по всей видимости, они его могли укандропупить, могли ФСБшники укандропупить, то есть, тут, там же много группировок, понимаете, между ними отношения, мягко говоря, нехорошие, соответственно, кому из них он больше насолил, там и надо искать, чтобы его Украина этим вот перцем занималась, ну, понимаете, ну, ну, честно и откровенно, я вам скажу, ну, есть же люди, которые нагадили гораздо больше, и с точки зрения, допустим, Украины гораздо интереснее, чем вот этот вот, ну, ну, я не думаю, что это наши, честно я говорю, я не думаю, а вот на то, что это они, это очень похоже, потому что в 150 метрах офис Пригожина, само кафе принадлежало Пригожину, и Пригожин должен был прийти на этот, так сказать, с позволения сказать, творческий вечер, посетить его, и вот тут становится, о, говоришь, вот это да, может, целью и не был-то татарский, а был вот сам Пригожин, кто его знает, ну, бахнуло, как бахнуло, этот, говорю, Пригожин, татарский 200-й, и еще, по-моему, 23-300-х, все расисты, все понятно, потому что на творческий вечер подобной публики, вы сами понимаете, какого качества публика приходит, то есть тут все, там клиника сплошная, все без вариантов, да, вот, ну, еще раз говорю, с моей точки зрения, закобзонили его именно расисты, так что они сейчас там с Дарьей Дугиной вместе уже на концерте Кобзона хорошо на палубе крейсера Москва пляшут и смеются, да, семочки жуют, а, нет, семочки уже не жуют, да, да, вот такие вот, собственно говоря, новости, по лавре каких-то продвижений нет, все мы прекрасно знаем, что Паша Мерседес находится сейчас под домашним арестом, на его гладко выбритые ножки, если кто обращал внимание, да, вот интересно, да, чувачок с гладко выбритыми, не выбритыми, а депиляцию принял на ножках, когда одевали браслет, журналисты обратили внимание, обычно подобными депиляциями занимаются порноактерами, но, я не знаю, может Паша Мерседес, ну, я не в курсе, короче, там все очень сложно, и там такие вокруг него мальчики бегают, что просто, ну, диву даешься в другой раз, что у нас за перец такой был в попах, да, и еще одно интересное по лавре, на стене лавры нашли, короче, есть трапезный храм, это верхняя лавра, трапезный храм находится рядом с Успенским собором, между ними там 15 метров, вот, это вторая по величине церковь лавры, что вы думаете, на стене огромный рисунок, я бы это называю граффити, вандализмом, с изображением самого Паши Мерседеса, он что, святой уже у нас, что его на, его рожу, значит, его, ануфрия, там, еще одного кренделя какого-то, прицепили рожу на стене церкви, это вообще что такое? Туда святых цепляют, рисуют их, лики, а не вот это вот, вот это вот, в галстучке, ой, в шарфике за 700 долларов, с депилированными ножками, туфельки за штуку, часики за 40 штук зелени, на Мерседесе за 200 штук, вот его, значит, на стенку, а спрашивается, а что же там было до передачи, какое там, какая там икона висела до передачи, что там было нарисовано, чьи лики были нарисованы, до передачи УПЦ этого ФСБ, этого всего дела. Что там было? Это же получается вандализм, вы знаете, что Лавра, кстати, это, это скарб ЮНЕСКО, это скарб, это, ну, вы меня поняли, да, это, это ценность ЮНЕСКО, и вот такие, вот таким вот вандализмом, такими графиками можно допрыгаться до того, что ЮНЕСКО просто снимет Лавру из, из своих, как говорится, аналов просто, потому что это уже новодел будет, а не, а не что-то, чему там, тысяча лет, когда такие вот граффити, сами попы рисуют себя красивых, да, это что каждый новый поп будет сам себя рисовать, это что вообще такое? Вот, так что канонизировал он сам себя, нормально, нет? Веселый такой мальчишечка, пузатенький такой, да, с бородушкой, с бородушкой такой, да. Вот так вот, ребята, так что Паша сидит под домашним арестом сейчас, спилкувание с верными ему запрещено, ждет суда, за два месяца, я надеюсь, СБУ соберет на него очень хорошее досье, да там на него и так уже столько всего, так что вот этот недопуск, недопуск комиссии Минкульта на территорию Лавры покажется ему дуновением легкого ветерка, там ему совсем не те статьи сейчас инкриминируют, но Лавру обязательно выставим оттуда московских попов, как из Почаевской Лавры, то без вариантов уже, все, они в своем Украине откукарекали эти супчики, и вообще, с моей точки зрения, я уже говорил, да, мое мнение следующее, вот есть такая церковь, УПЦМБ, она открыто плюет на Украину, она открыто говорит, что Россия, Украина, один народ, мы же братья и вот эта вся чепуха, она отказывалась отпевать война в АТО, потом отказывалась отпевать погибших в войне с Россией, ее попы сплошь и рядом были коллаборантами, вся охрана Гиркина, например, Стрелкова была из Попового ПЦМП, здесь в Киеве, в Киевской области, точнее, один из Попового ПЦМП, значит, занимался коллаборационизм, в его личном подвале пытали АТОшников и так далее, то есть абсолютная мерзость. Мне кажется, что эта церковь, она использует Украину, не платя ни налоги, и находится в храмах, которые принадлежат государству, еще при этом на это государство пачкает. Поэтому, с моей точки зрения, пускай они платят налоги, как все, поскольку они не религиозная организация, они организация коммерческая, вот в лавре что они, бабло стригли, купоны стригли, за чего такой крик? Знаете, сколько они денег делали? Посмотрите, на пашины ручки, на пашины ножки, там только работа, маникюр сколько стоит. Я уж молчу за шарфик, Луи Виттон и прочее, 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 ботиночки и так далее. Вот, то есть деньги там рекой текли, и налоги не платились. Поэтому, с моей точки зрения, пускай они себе платят налоги, как любая коммерческая организация, государственное майно они должны сдать назад государству, а государство может передать и в той церкви, которая считает нужным. Или оставить музеем, да, например. Но это уже с правой державы, как держава рассудит, так оно и будет. Вот, а этих кадров из этих всех храмов, которые стоят на балансе у Министерства культуры на сегодняшний день, просто-напросто надо выставить. Это мое личное мнение, я его очень, так сказать, придерживаюсь. Вот, собственно говоря, такие новости на сегодняшний день. Сегодня у нас будет 2 апреля 23-го года. Слава Украине!